Здравствуйте! Время новостей в регионе на телеканале ПС студии Алексей Шемякин. Прошла неделя, как из сквера Победы увезли зенитную пушку. И вывод пока только один. Предположительно, орудие фонило из-за редуктора горизонтального вращения. Такую версию сегодня озвучил директор департамента муниципального имущества администрации Архангельска Михаил Иконников. Напомним, в ночь на 4 июля сотрудники МЧС демонтировали и эвакуировали пушку из сквера Победы. Поводом для этого стало сообщение жителя Архангельска, который собственным дозиметром замерил радиационный фон возле зенитного орудия. Данные прибора показали значительное превышение допустимых показателей. В администрации города сообщили, что зенитка сейчас в Приморском районе на закрытой территории. Ее проверяют специалисты Беломорской военно-морской базы. В военно-беломорской базе обследовали. Сегодня где-то должно быть обследование. После этого будет приниматься решение о дальнейшей ее судьбе. Так просто бы Министерство обороны нам ее не отдало. Поймите правильно. Это уже не 90-е лихие годы. Это было наше 4 года назад. Там без приказа министра обороны, в котором четко указано, что провести демилитаризацию. Ее провели 4 года назад, после чего пушку установили в сквере Победы. Вернуть ее можно будет после того, как появится акт проверки. Но если информация о радиационной угрозе все же подтвердится, зенитки нужно будет подыскивать замену. В одном из архангельских супермаркетов разразился скандал. Якобы охранники нагрубили посетителям, а затем еще и применили к ним физическую силу. Инцидент произошел утром 8 июля. Молодая пара возвращалась из ночного клуба. По дороге зашла в магазин. Продавцов и кассиров на месте не оказалось. По словам посетителей, они попросили охранника вернуть работников в торговый зал, но тот в грубой форме предложил им уйти. А затем вызвал сотрудников частного охранного предприятия. Прибывшие, опять же, по уверению молодых людей, избили их. В качестве доказательства девушка показывает синяки на руках. Чоповцы, не показав ни документов, ничего, они просто схватили нас под руки и сказали, сейчас разберемся, вы никуда не пойдете. И насильно нас удерживали в магазине. Я просила вызвать полицию, но они не соглашались. По второй стороне, своя версия произошедшего охранник супермаркета не случайно вызвал на подмогу ЧОП. Он утверждает, что ранние посетители вели себя вызывающе, угрожали пневматическим пистолетом и, судя по всему, находились в неадекватном состоянии. Сейчас, в данный момент, дело передано в полицию. Сейчас занимается, наша служба безопасности занимается этим делом. Я думаю, что они разберутся. Видеонаблюдение у нас предоставлено. Сотрудников объяснение у нас взято. С охраны тоже. В полицию, кстати, написали заявление несостоявшиеся покупатели. Обстоятельства происшествия сейчас выясняются. Лесная промышленность является одной из немногих, которые интенсивно используются услуги речного транспорта. Перевозчики леса в плотах по себестоимости оказываются наиболее выгодным видом транспортировки. Но не только в экономике дела, а в чем еще? Это узнал мой коллега Артемий Заварзин. Его материалы с поселка Березник Виноградовского района прямо сейчас. Этот способ доставки леса на комбинаты называют спасением для федеральных и региональных дорог. Камазам больше не нужно гнать по трассам, разбивая асфальт. На северной Двине возрождается традиция летней сплотки леса. Всего примеров два в Холмогорском и Виноградовском районе. Такую картину на Двине можно было наблюдать в советское время. Но упадок в перестроечные годы, закрытие леспромхозов и о сплотных речных рейдах забыли. И вот багры снова в деле, буксеры на готове, бревна в реке. Процесс сплотки древесины трудоемкий. Многие работы приходится выполнять вручную. На формирование одного плота уходит неделя. Этот – второй за сезон. Интенсивной сплотке помешало запоздалое лето и половодие. Лесники не скрывают. Такой способ транспортировки материала имеет свои недостатки. Низкие скорости доставки, большая аварийность и как следствие потери. Но плюсов у речной сплотки в разы больше. Не портится древесина, не теряется этот ароновит. И насекомые ее не вредят, потому что древесина находится в воде. И этими жучками питается рыба. Рыба, кстати, на самом деле появилась. Даже та, которой раньше вообще не было. Да, не разбиваются дороги. Летняя сплотка подняла уровень лесозаготовки в Виноградовском районе. За четыре года объемы выросли вдвое. За 16-й год у нас почти 900 тысяч кубометров в Виноградском районе было заготовлено древесины. И практически 99% этой древесины было поставлено потребителям водным транспортом. Березняковские лесники в минувшем году отправили по воде 150 тысяч кубометров леса. План на этот сезон увеличить показатель. Не ради премии и похвал, а чтобы показать, что дело жизни их отцов, дедов и прадедов живет и начинает новую историю. Артемий Заварзин, Евгений Зыков, Архангельское телевидение, Виноградовский район. С 14 июля в Архангельске закроют 22-й автобусный маршрут. Сейчас он курсирует от улицы Селикачиков до 22-го лесозавода. Причина такого решения – окончание срока действия карт маршрута и отсутствие оснований для выдачи новых. В то же время увеличится количество автобусов на 9-м, 65-м, 43-м и 44-м маршрутах. Городская администрация обещает, изменения не скажутся на доступности пассажирских. Тем временем в Архангельской области проводится операция автобус. Сотрудники полиции выходят в рейды, чтобы проверить пассажирский транспорт на техническое состояние, соответствия всем требованиям перевозки людей. Сегодня рано утром проверяли автобусы на стоянке в новом поселке. Только за полтора часа сотрудники полиции выявили массу нарушений. От неработающих габаритов до плохого состояния машин некоторые транспортные средства уже давно проржавели. Какое наказание теперь грозит водителям автобусов и перевозчикам, расскажем в вечернем выпуске новостей в 19.20 на телеканале ТВ-центр. В Пинежском районе выгорело 4 гектара леса. Возгорание произошло в районе озера Скоморожье. Чтобы потушить пожары, огнеборцам понадобилось около суток. В своей работе они использовали мотопомпу и ранцевые огнетушители. По предварительным данным, причина возгорания – грозовой разряд, попавший в дерево. С начала пожароопасного сезона в регионе произошло 13 возгораний. Напомним также, что с 1 мая в лесах Архангельской области введен особый противопожарный режим. Те, кто разжигают костры, выезжая из загорода на пикник, должны понимать, что являются нарушителями и могут быть привлечены к административной ответственности. Уникальная коллекция, собранная к началу 20-го столетия художником и иконописцем Василием Кулаковым, сегодня является жемчужиной Вельского краеведческого музея. Попала она туда традиционно. В первые годы советской власти была конфискована уже у зажиточного крестьянина. Но, как ни странно, благодаря именно этому полностью сохранена и дожила до наших дней. Коллекцию Василия Кулакова национализировали практически сразу после революции и поместили в только что открывшийся музей. Василий Феоктистович любил собирать различные предметы старины. Сам себя называл археологом-самоучкой. Во многом из-за его находок в середине 80-х в Вельске прошли раскопки и было обнаружено Вашское городище, стоянка древних людей. Мы видим это укрепление обожженное, это каменные жернова, это зерно, это фрагменты керамики, которые действительно свидетельствуют о жизни и деятельности древних людей. Коллекции бронзовых подвесок X-XIV веков, деревянные предметы крестьянского обихода, резные кресты и иконы, церковные летописи, исповедные метрические книги. Особая гордость – резной деревянный складень Никола Можайский со сценами жития. Однажды он даже выставлялся в Третьяковской галерее. Интересовала Вельского коллекционера Кулакова и Петровская перепись населения. Он собирал чернильницы, которые использовали дьяки для записи ревизских сказок. Так именовались документы, в которые вносили сведения. В коллекции Василия Феоктистовича случайных вещей не было. Например, вот такой штоф оловянный, казалось бы, непримечательный, но если мы посмотрим внимательно, то сбоку увидим выгравированную надпись благочестивовавшему и самодержавнейшему императору великому нашему, Петру Алексеевичу, всея Руси, виват, виват, виват. Всего в фондах Вельского музея более 26 тысяч уникальных экспонатов. И если вам удалось увидеть хоть какую-то их часть, считайте, повезло. Прикоснулись к настоящей истории. Светлана Дейнека, Олеся Кокина, Евгений Зыков, Архангельское телевидение. Информационные итоги сегодняшнего дня уже в 19.20 на телеканале ТВ-центра. Я прощаюсь с вами до этого времени. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова